так ну вот вытащили мы из машинки где этот жакет провел минут так 20 в режиме ручной стирки теплая вода в теплую воду я его положила вытащила уже готовую конструкцию нашим так как день прошел а то едва с тех пор когда я его туда засуну вы можете увидеть что он уже стал сухим вот для того чтобы я даже его попробовала уже натянуть и на себя и на манекен если вы вытащили все еще большую вещь то пожалуйста убедительная просьба второй раз в машинку пожалуйста не засовывайте потому что вы можете уже вытащить совершенно маленькую и испорченную испорченный жакет поэтому я вам сейчас расскажу как его доводить до ума и совершенства без машинки но я думаю что если вы приспособитесь к своей машинке и у вас будет уже какой-то алгоритм проработанный с ней работы в общем то вы уже потом будете знать насколько на как долго вы туда вещь должны класть и какой результат вы будете получать но главное не довалять чем перевалять если у вас вещь вы промеряете от линии плеча до конца изделия высоту изделия которое мы закладывали если вы видите что у нас еще изделие великовато по росту мы берем валяем его по росту снизу вверх сверху вниз заворачиваем безусловно вещь должна быть мокрая мыло там уже может и не быть более того на этой стадии она нам уже мешает больше чем помогает поэтому жакет мокрый я просто вам показываю как мы будем делать то же самое с мокрым жакетом убираем его длину длину изделия и вот таким вот образом за поднадавливая опять так и если вы работаете если вы работаете на полу в коэффициент полезного действия у вас возрастает поскольку вы давите всем своим корпусом поэтому таким образом достаточно будет переставляя руки в разные места 1 300 провалять и вы проверить опять-таки с линии плеча до подола изделия вы увидите насколько он у вас быстро садится чтобы подол жакета не становился меньше а горловина оставалась такой же и не появлялся горб на спине поэтому пожалуйста чередуйте можете допустим 150 раз провалять так как я вам показала а вторые 150 раз уже сворачиваем в другую рулон и точно так же 150 200 раз валяем уходит длина изделия если вы усадили его в длину он у вас очень широкий как понять что он у вас широкий мы его раскладываем вот таким вот образом этот жакет получился плотный я с флиса мне кажется немножко переборщила ну и собственно говоря может быть и слава богу потому что надо будет у клиентки узнать насколько он ей будет под сезон подходить я надеюсь что если не это другую кому-нибудь мне в общем то довольно как фактура получилось значит возвращаемся к ширине нашего изделия так как изделие больше длинная чем широкая в любом случае я его складываю в два раза на линии талии плюс-минус примерно где-то разворачиваю и сворачиваю слева направо и такие же 300 раз вот в таком же рулоне мы хорошенько надавливая валяем 300 раз разворачиваем вспоминаем вот видим да что это у нас было в середине теперь это должно быть снаружи переворачиваем чтобы не делать лишних пузырей нам рулон где-то в каком-то месте он выгибается поэтому там может быть нежелательный такой пузырь и валяем то же самое 300 раз убираем допустим то было справа налево это слева направо убираем таким образом ширину изделия так делаем это столько раз пока вы не поймете не промеряя сантиметровой лентой что у вас все в порядке с объемами у нас здесь было свободного силуэта пальто поэтому талию мерить бесполезно я бы промерила из одной подмышки в другую подмышку это должно быть значит ширина грудной клетки плюс свободы облегания которые в этом закладывали пару-тройку сантиметров если вы здесь увидели наши 90 сантиметров или сколько у нас там грудь 105 до то значит вот можно и остановиться значит пропорционально все остальное тоже должно сесть если у вас приталенный силуэт а вы видите что или сюда положили много кружева я не об этом жакете говорю я каком-то другом говорю кружево флиз положили еще что то что влияет на усадку изделия не садится берем первая вот такая вот удушечка этот прием касается и горловины и рукавов сейчас буду еще потом к этому возвращаться переворачиваем чтобы удобнее было давить и вот в этой линии талии вы ее кстати еще можете найти не визуально просто так как я сейчас вам показала а по высоте спинки промеряем от линии плеча 40 сантиметров где мне тут сантиметр значит промеряем 40 сантиметров вот тут у нас анатомическая наша талия но здесь следовательно тоже 40 если вы хотите интенсивно если вы уже там устали он вам этот жакет уже надоел берите кипяток вот сюда термошок я вам говорила что я не использую термошек это чередование холодной горячей воды это спазмирует ворсинку но некачественно и и не уваливает я использую горячую воду это расслабляет бы делаю более пушистым более податливым волокно и ускоряет процесс тем более это очень нужно этим делать заниматься когда у нас большие такие флисовые изделия которые до которых достучаться сложно поэтому берем вот делаем вот такую вот эту удушечку фиксируем полотенцем если вы хотите если нет можно это делать кстати вот эти финальные доработки лучше делать на каком-нибудь вот таком вот не скользящей поверхности потому что на клеенке этим заниматься уже невозможно она нам уже не нужна вот и вот таким вот образом надавливая хорошенько мы делаем себе талию не буду усердствовать потому что потому что у нас это не приталенное изделие а трапеция показываю вам приемы дальше что такой же алгоритм допустим нас широкая шея очень но здесь конструкция воротника такая что здесь шея не узкая мы вы помните да мы отходили на линию плеча при построении выкройки на этот жакет вообще у меня шея была там 35 деленное на пополам плюс свободы облегания мы промеряем у нас она так по сантиметру не видно 24 24 плюс 24 это будет 48 ну так приличная шея посмотрим еще оденем на манекен посмотрим как она смотрится или там на себя ну я на себя одевала вроде бы как ничего смотрится если у вас там совсем большая вам это не нужно поливаем кипяточком а еще лучше собрать сначала а потом полить завернуть в полотенечко и точно так же вот такой вот это если массивная если конструкция с ней такая массивная жакет легкий делаем такую дужечку и в руках вот таким образом трем это убирает объем если стойка слишком высокая а мы ее планировали не такой высокой значит она не давали на это я вам показываю как фрагментами добиваться желаемого результата берем убираем высоту стойки так же как и высоту изделия или уплотняем стойку до допустим и вот таким вот образом в таком рулоне 200-300 раз надавливая я не говорю сколько раз но вот я вам говорю какое движение потому что сила надавливания сколько у вас там декора из чего вы там все это делали из какой шерсти все это влияет на количество необходимое вам для того чтобы это изделие усадить по нашим запланированным эскизом идеям и и желания вот я переворачиваю видите да то что в том рулоне был бы здесь такой бугур у нас на спинке дальше очень тоже вот такой прием полезный часто использую когда делаю заказы на женщину кого лордоз что такое лордоз это такой вот прогиб в области поясницы как трамплин попа у нас трамплином и некрасиво когда здесь много очень войлока на общей выкройке этого не предусмотришь это нам необходимо делать руками на манекене тоже можно вот это 3 тереть но это очень долго я это не люблю я сидел на столе пока пока я не добьюсь желаемого результата я на манекен ничего не одеваю манекен у меня демонстрационный одного размера от там 38 до 50 какого-то 4 по мне большой сама делала размера мне все сохнет на одном и на том же манекене потому что все остальное я делаю на столе на полу там да получается вернемся к нашему лордозу где он у нас находится там где у нас высота спинки анатомическая высота спинки у нас данном случае было 40 вот тут 40 да вот тут у нас будет максимальный прогиб такой это не относится к этому жакета я вам показываю какие возможные варианты что я использую больше всего здесь я чаще всего лью кипятком но я запоминаю визуально там вот эту зону то же самое кипятком льем не на руки укладываем его на полотенечко что здесь лужи не было сюда кипяточек быстренько сворачиваем чтобы сохранить жар и вот конкретно это место мы его опять в рулоне направление не имеет значения но если вы посмотрели что она где-то вас там села в одну сторону больше чем в другую возьмите переверните и покатайте его в другом направлении подлив еще кипяточку потому что к тому времени он у вас уже должен остыть это убирается лордоз если этого недостаточно он убран и тогда можете одеть на себя кого-то можете попросить но я не знаю я читал об этом что так некоторые делают сама я этого никогда на себе не терла ничего на манекене крайне редко а на манекене я иногда бывает паром утюга сбрызгиваю и потом перчаткой тру вот это бывает на платьях иногда такое я проделываю но в основном если я вижу что что у клиентки или мне надо в этот прогиб обеспечить я это делаю на столе параметры высоты спинки у меня есть так рукавчики значит если вы все правильно раскладывали равномерно распределяли декор он у вас должен сесть примерно равномерно но у меня здесь декора очень много или может быть я не помню надо посмотреть что у меня там с выкройкой я посмотрела что у меня рукава такие полноценные и достаточно плотные и уваленные я здесь наверное семь восьмых запланировала не три четверти рукав ну и хорошо потому что очень зимнее пальто получилось три четверти зимний вариант не очень практично но если вам нужно все таки если вы запланировали три четверти она у вас длинная значит она каким-то образом у вас не села с рукавами работайте сразу с двумя даже если они такие плотненькие как у меня и зимние все равно это возможно поливаем кипяточком сворачиваем в трубочку быстренько да там как-то не особо обжигая желательно руки обжигать и валяем по тоже надо как-то зафиксировать а вообще в принципе с кипятком любая манипуляция это очень быстро происходит вот так вот таким образом убирается длина рукавов так как у нас они вдвоем но что было в середине уваливается быстрее чтобы увалялось то же самое второе с такой же интенсивностью переворачиваем и валяем длину убираем если у вас вас не устраивает ширина иногда бывает для уплотнения места локтя я здесь отдельно по выкройке немножко делаю более широкую выкройку а потом это место доваливаю чтобы оно было плотнее этот локоть не особо растягивался поэтому мне его нужно локально усадить то же самое поливаем и вот таким образом уваливаем везде где происходит вот такое вот движение в горячем войлоке она быстро быстро очень садится так если вам нужно полностью не только локоть но и все рукавчики усадить потому что они у слишком они его широкие вы такое не планировали значит войлок еще не готов сворачиваем в трубочку и валяем вот так и переворачиваем да вот вы должны уловить этот алгоритм есть что вам нужно какое направление каков в каком месте и что вам нужно сделать если убираем длину сверху вниз снизу вверх ширину слева направо справа налево и вот в этом ключе работаем еще популярная ошибка здесь ее нету я здесь ничего не дорабатывала вот он у я его положила расправила после машинки он у меня высох таким образом и одев на себя я подтянула грудь потому что я раньше на коленке тянула сейчас я этого не делаю я одеваю я вижу где моя грудь и вы видите здесь такие небольшие блинчики я просто взяла вот таким образом изнутри подтянула на манекене вам покажу еще как это сделать по поводу полочек фалды полочек очень очень часто полочки фалдят это значит нежелаемая такая извилистая рюш такой да какой то получается непонятный который нам не нужен это касается многих вещей волоким но вот я вам показывала как нужно раскладывать чтобы этого не было но если вы там чего-то как-то поначалу не не доразложили или еще что-то что мы делаем сразу с двумя полочками одновременно работаем собираем здесь это не так уж и просто но с тем же поворачиваем таким образом чтобы было удобнее ловить ловить удобнее было валять и давить вот давите хотела сказать и пожалуйста надавливаем хорошенько вот таким вот образом мы их на них воздействуем можно будет перевернуть и то же самое так сделать а если этот вот жакетик более изящный не такой как у меня то пожалуйста собираем вот так вот и воздействуем воздействуем вот таким вот образом тоже очень очень быстро уходит когда в руках кипятком я вам не предлагаю до полить потому что ну все-таки это неудобно непрактично в общем вот и вот таким образом потёрли она уходит еще есть один вариант но немножко дольше мне нравится все же вот таких рулончиках потому что за минимум времени можно получить максимум результата но можно и таким образом положить и трением можно одеть целлофановую рукавичку чтобы трение увеличить и вот таким образом протереть полочки и тогда она из вот такого волнистого станет плоским но по-моему все что я хотела сказать если у вас какие-то что-то вы плохо разложили она у вас не не такое как вы бы хотели изделия уже все села уваливать дальше некуда подрезаем эти места мы замыливаем допустим если мне нужно будет отрезать рукав а кстати вот эти вот штучки можно взять иголкой и туда вот которые видите не привалялись или если они лишние то обрезать если там достаточно у нас меха так фактура этого жакета меня вполне устраивает такая вот если у вас вдруг тут расширенные рукава то пожалуйста то же самое такая до манипуляция и если вы здесь подрезали рукава или выравниваем или убираем лишнее или еще что-то на мыльте можно взять пупырку и вот таким образом потереть с пупыркой так на манекене вам покажу когда мы будем крепить цветочки и все такое и кармашки я вам покажу что этом делаю с линии плеча чтобы она сделать более кругленькая это единственное что я вам делаю на манекене то можно без него обойтись используя там какие-нибудь и накладки или устройство